Всем привет! И снова с вами долгожданная рубрика «Ответы на вопросы». Расгребаем потихоньку. Адам Айтеков. Будет ли что-нибудь про адыгов или дикую дивизию? Я не планировал, скорее всего, нет. Дона Флор. Если будет вторая серия ответов на вопросы, не могли бы вы высказать свое мнение о труда Льва Гумилёва? Я уже даже целый большой ролик по этому поводу с Дмитрием Юрьевичем записал по весне. Посмотрите. Ярослав Стожек. Как вы относитесь к летучим гусарам? Насколько они могли быть эффективными против армии Испании, Франции и т.д.? Летучих? Это как понимать? Может, крылатых? Летучих гусар? Не знаю. Поделись, если таких видел. Евгений Дмитриев. Поясните за Карла Мартелла в битве при Пуатье. Ты что, сидел? Что-то поясните за. Не буду я пояснять за. Иван Тарасенко. Что было бы СССР, если бы Сталин дожил до 90-х годов? Если бы Сталин дожил до 90-х годов? Это ему сколько должно было быть лет? 120? Или типа того? Если бы до кабы, а во рту просли грибы. И если бы у бабушки были колёса, это была бы не бабушка, а велосипед. Степан Ермаков. Вопрос в тему хороших сериалов. Смотрели ли вы сериал Марка Пола? Нет, не смотрел. Павел Смирнов. Джейн Добрий. Не могли бы вы рассказать о посольстве Павла Дзелинского к Елизавете Первой в 1597 году? Очень интересует тема, в частности, биография Павла. Я не знаю по этому поводу никаких подробностей. Мне нужно специально поднимать литературу. Не будет такого ролика. Олег Джамилёв. Недавно смотрел отличный с кинематографической точки зрения фильм «Хозяин морей на краю земли». Можно ли доверять фильму с заклёпочной точки зрения? И более широко с исторической. Ну, насколько я могу судить? Заметьте, я не специалист в истории наполеоновских войн. Там всё очень неплохо. Прямо скажем. Очень неплохо. Ну, я особенных косяков, которые бы прямо отрезали-резали глаз, не заметил. Там, конечно, есть свои нюансы. В частности, вот эта вот петрушка дикая с вышибанием колёс из-под лафетов пушек для того, чтобы произвести один единственный залп. Это, конечно, литературщина, которая перекочевала, видимо, из литературной подосновы, из романа. А так, очень хороший фильм. Замечательный с точки зрения драматургии. Дух эпохи просто прекрасно передаёт. Это лучшее вообще в мировой истории изображение морского боя начала 19 века. Лучше я не видел ничего. Андрей Штыпель. Планируется ли подробно рассмотреть конфликты 17 века? Такие, как польско-кавказские войны? Это что такое? Польско-казацкие, наверное? Или северная война 17 века? Вообще-то мы по этому поводу ролик за роликом бомбим с Николаем Смирновым. Может быть, ты невнимательно или редко смотришь «Тупичок гоблина» или его канал на ютубе. Там очень много подобных роликов и будет ещё. Максим Кутуев. Александр Оливер Ростоуна, на ваш взгляд, фильм хороший? И будет ли когда-нибудь разбор? Мне фильм очень не понравился. Это фильм не про завоевателя, а про истеричного пидораса. А Александр Македонский в первую очередь был великим завоевателем. И неизвестно, был ли он вообще пидорасом. А если был, то точно не был истеричкой, как он показан в кино. Павел Сёмин. Давно был разбор... А, прошу прощения. Давно был ролик разведопроса и вами о коррупции в России. В процессе ролика было обещано сделать ролик о коррупции в Европе. Есть ли в планах создания этого ролика? В планах есть. Сейчас мучаемся непосредственно с совсем другими вещами. Павел Карачаков. Современная капиталистическая оценка труда складывается из объективных причин или просто так исторически получилось? Например, собирателя хлопка получает меньше, чем слесарь-сборщик трактора, а он меньше, чем топ-менеджер. Это объективная оценка труда? И вы сами считаете капиталистическую оценку труда как справедливую, способствующую развитию общества? Конечно, нет. Это всё элементы контуров распределения прибавочной стоимости. Собиратель хлопка – это из представленных примеров самая низкая квалификация. Слесарь – сборщик тракторов. Квалификация всё-таки более высокая, ему платить приходится больше, потому что элементарно таких людей, как он, на рынке труда меньше. Ну а топ-менеджер – это человек, который уже непосредственно участвует в перераспределении прибавочной стоимости. Поэтому, естественно, пост, связанный с перераспределением, выше оплачивается. Это закономерно. И, конечно же, это абсолютно несправедливо. Это стихия рынка, который изжил себя как исторический позитивный феномен. Заяц Зайцев. Давно пытаюсь понять, как возник институт наследства. Согласить… Так, слушай, братан, я просил уже не писать вопросов на 15 предложений, потому что уже конкретно непонятно вопрос, или ты мне просто хочешь своё мнение какое-то высказать. Институт наследства возник тогда же, когда возник институт собственности. Это вещи напрямую связанные. Собственность равно наследство. Возник он очень давно, я полагаю, в Междуречии Тигра и Ефрата, 4000 лет до н.э. Записано это было, не на бумаге, конечно, а в глине и камне, при цареха Мурапи в XVIII веке до н.э. Наталья Мещеряк. Существуют теории спирального развития истории, т.е. события в исторической перспективе повторяются. Согласны ли вы с этим? Если да, где, на ваш взгляд, находится современная Россия, и какие действия следует предпринять нашим предводителям с точки зрения научной истории, чтобы достичь величия страны? Ну, во-первых, конечно, всё развивается не по кругу, а по кругу с восхождением, т.е. мы каждый раз приходим к той самой точке, где были когда-то, но на более высоком уровне. Это прослеживается буквально во всём историческом процессе. Ну, а судить о том, где находится Россия, можно будет лет через сто, когда нынешнее состояние уже превратится в историю и может быть изучено объективно. Пока мы находимся внутри процесса, изучать его объективно невероятно тяжело, мы просто не владеем всем объёмом информации, которая имеет место. Александр Соколов. Скажите, пожалуйста, не будет ли роликов про покорение Сибири и Дальнего Востока? Когда-нибудь будет. Не смотрели ли вы фильм «Ермак», если да, насколько он уверен, с точки зрения? Заклёпки – хороший фильм, дрянь. Я уже об этом выше говорил. Владимир Погребов. Каким образом освобождённое оккупированное население СССР включалось в правовое поле? Было ли поражение в правах наподобие современных демократов Украины? Ну, во-первых, подавляющее большинство освобождённого населения просто включалось в новую жизнь. Получали паспорта или извлекали на свет божие старые, и начинали работать. Вот и всё. Другое дело, что на местах всегда проводились некие следственные мероприятия. То есть, кто чем занимался под пятой фашиста? Не помогал ли фашистам? Если помогал, то сознательно ли? Может быть, его заставили? Чем конкретно отличился? Да, военнопленных подвергали фильтрации. Не поголовно, но в большом процентаже. А как ты себе предлагаешь десятки миллионов людей, которых освободили из-под фашистов, проверить? Каждого поразить в правах, проверить это было невозможно. Другое дело, что была такая категория виновных народов, которых депортировали. Как-то чеченцы, крымские татары и ижи с ними – это те люди, где огромная часть мужского населения, согласие о своих семей, совершенно сознательно пошла на коллаборацию с врагом или дезертировала из армии. То есть, по-хорошему, их нужно было по закону военного времени расстреливать поголовно при помощи ускоренного военно-полевого суда. А это неминуемо привело бы к геноциду целых малых народов. То есть, чеченцев бы сейчас просто не было, как и крымских татар, если бы к ним применили букву закона того времени. Военного времени, заметь. Вот да, такие люди были поражены в правах. Светлана Рыжая. Вы, как человек, умеющий излагать свои мысли убедительной с юмором, дайте совет, как вести агитационно-пропагандистскую работу среди товарищей старше меня по возрасту. Для начала нужно научиться теории и понимать, что конкретно ты пропагандируешь и за что агитируешь. После чего неплохо бы научиться излагать мысли складно, интересно и с юмором, как я. Если все указанные пункты будут выполнены, слушать тебя будут и люди старше, и люди младше. Алекс Яшин. Как избежать реставрации капитализма после следующей революции? На это ответил лучше всего товарищ Сталин, который сказал, что после революции классовая борьба не ослабляется, а только усиливается до полной победы революции. То есть, когда социализм, первая незрелая фаза коммунизма, перейдёт в полный окончательный коммунизм. Вот тогда классовая борьба закончится. В социализме классовая борьба должна идти по нарастающей. Анка-партизанка. Если читали Оруэлла, что думаете про его скотный двор и 1984? Оруэл отличный литератор, писал задорно и интересно. Сам он при этом был крыса и царушный стукач. Это, во-первых, а во-вторых, был напрямую увлечён в холодную войну против СССР. Кстати, холодная война – это термин, который придумал он, или, по крайней мере, с его горячим участием. Оруэлл – это солдат информационной войны, человек прямо нам враждебный. А с точки зрения сути, и скотный двор и 1984 – это история про то, что конкретно он видел. А видел он только капиталистов, окружающих его в Англии. Поэтому всё, что там написано, написано не про нас, а написано про капитализм. Хотя, конечно, выдаётся за некий пасквиль на социализм, в принципе. Иван Федякин. Не знаю, где лучше поинтересоваться, но натыкаюсь на проект известного олигарха Малафеева «Центр палеонтологических исследований». Не знаю, что это такое, никогда не натыкался. Александр Письменсков. Здравствуйте! Возможно ли создание обзора на фильм Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс» 1961 года? Теоретически возможно. Собирай инициативную группу, собирайте денег на ролик, и мы вам неминуемо его сделаем. Специально я не планировал работать по этому поводу. Если будет серьёзный заказ и серьёзное предложение, фильм достойный, тема интересная, мы её осветим. Сергей Маренков. Расскажите, пожалуйста, о символе калаврат, история происхождения и прочее. Достали эти неоязычники со своими сакральным символом. Интересно, ты пишешь. Калаврат – это в самом деле довольно древний символ, который вроде бы, как мы предполагаем, является солярным знаком, т.е. символизирует круг Солнца, который Солнце совершает вокруг Земли, точнее, как Земля, естественно, Земля совершает круг вокруг Солнца. Но, конечно, наши далёкие предки думали, что наоборот, Солнце совершает круг вокруг Земли. А так как древние-древние-древние ещё индоарийские, индоевропейские народы очень серьёзно относились к Солнцу, там, наверное, у половины в итоге Солнце стало верховным божеством, то, конечно же, такие мотивы были и в орнаменте, и в ювелирных украшениях и т.д. Ну а наши нео-нацики, они же дебилы, понимаешь, они смотрят на то, что он у фашистов, у немецких фашистов была свастика, которая тоже вроде как калаврат. И чтобы их не посадили, они вот такая хитрожопая, понимаете, берут старую индоевропейскую, тоже свастику, многолучевую, калаврат, и приделывают её к себе. Думаю, что всех обманули. Вроде как не свастика, а вроде как свастика. И все понимают, про что это, да, мы понимаем, про что это. Это про нацизм. Напяливать на себя, так, наверное, шеститысячелетней давности символ можно только в одном случае, если ты всерьёз разделяешь убеждения шеститысячелетней давности. Чтобы их разделять, нужно их хотя бы узнать. Вот они эти дебилы, они хотя бы Ригведу наизусть выучили, это самый древний письменный памятник, имеющий прямое отношение к нашим индоевропейским предкам. Сделано было именно арийцами, то есть прямыми потомками расселения индоевропейцев. Вот как только они будут исповедовать, реально исповедовать древнюю ювидическую религию, как она изложена в Ригведе, вот тогда, пожалуйста, давайте одевайтесь в бронинов и носите калавраты. Дмитрий Картушин. Война за Ливонское наследство оказалась нарезкой занимательной. Спасибо. Нет ли желания и возможности рассказать о других военных конфликтах, не столь хорошо знакомых массам? Как наполеоновские? Ничего себе! Незнакомые массам! Ну, во-первых, про наполеоновские войны мы рассказываем сейчас с Олегом Соколовым. Смотри ролики на тупичке. Столетняя война и другие знаменитые войны, вроде семилетней, северной, каких-нибудь воюющих царств и династии Китая. То есть, ей вообще про все войны нужно рассказать. Про все войны я не смогу, но кое про что обязательно. Дмитрий Картушин. Питаю особую слабость к истории в лицах. С удовольствием читал Пикулевские и другие романы о личностях и событиях. С большим удовольствием послушал бы от вас про великих правителей, полководцах и историю их жизни. А я вот не питаю большого пристрастия к историям в лицах. Я питаю пристрастия к экономической истории, к развитию процесса истории как философии. Поэтому я делать специально никаких роликов о личностях не буду. Я считаю, что личность в истории чисто косметическая. Паша Настоящев. Очень люблю творчество Мариса Дриона. Насколько исторично его произведение. Марис Дрион – это великий романист, но это романист, а не историк. Поэтому, конечно же, его произведения пестрят над тяжками. Причем там буквально в каждой главе. Читать? Интересно. Товарищу Дриону мое почтение. Все детство прошло под знаком проклятых королей. Виталий Изобей Ворота. Планируется ли сделать на канале рубрику ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей»? Нет? Не планируется. Смотри выше. Только, может быть, неким случайным образом кого-нибудь коснусь, кто мне лично интересен. Ярослав Канев. Насколько близка и хорошо известна вам история финно-угорских народов? Нет ли мысли посвятить время Бьярми, Великой Перми, Мордвинским княжеством? Нет, мне интересно, я неплохо знаком, но я физически не успею. Это, я думаю, лет через десять может быть. Пока слишком много других планов. Беллерафонт Филимонов. Слышали об игре «Европа универсалис»? Нет? Не слышал. Юрий Гремячкин. Будут ли ролики о Ермаке и завоевании сибирского ханства? И очень хотелось бы послушать о державе Гунов и Атиле в частности. Скажи, как связан Ермак и Атилла? В том смысле, что Атилла шёл сюда, а Ермак туда? Отвечаю по порядку. Про сибирское завоевание история будет. Рассказывать её буду не я, найдём специалиста, я его проинтервьюирую. Когда точно сказать не могу, это всего лишь планы. Про Атиллу специально я не рассказывал и рассказывать не собираюсь, в силу того, что я довольно подробно касался его в роликах, посвящённых вехам истории Древней Руси. Это то, что касается непосредственно нас, Восточной Европы. Специально Гунов я не изучал, востоковедом не являюсь, и поэтому рассказывать об этом не буду. Вот. Вопросы на сегодня все кончились, поэтому на сегодня всё. Всем пока!